Всем привет! С вами Артур Иванов. Я сегодня был в студии канала Академия, где с утра поделился с людьми, как во время карантина, собственно, сохранять свое здоровье. То есть с начала карантина я каждый день пью настойку прополиса, об этом я поделился со зрителями канала. И сейчас заехал к своему другу Александру Шевченко, он является основателем Академии Счастья. И мне интересно услышать, как же Саша находит себя в это непростое время. Я думаю, у тебя есть что сказать людям, как находить, как не впадать в панику, быть осознанным во время вот таких ограничений. Ну, безусловно, да. Я об этом как раз и записываю постоянно видео. Почему? Потому что, ну, часто смотришь новости и видишь там какие-то негативные суждения, панику, знаешь, люди, там, не знаю, что-то хотят куда-то прятаться, там, не знаю, куда-то ограничивать себя. То есть навевают страх. То есть сначала создается проблема, а потом, типа, ее решение сидите дома, ни с кем не общаетесь. Да, я смотрю, что сумасшествие охватывает все больше и больше стран. Только некоторые страны, вот там, порадовало, что говорят, Туркменистан, что там, типа, у нас нет коронавируса. Но на самом деле дело не в коронавирусе. Это понятно, да. То есть это просто слово. Можно было бы сказать, там, раньше говорили, спид, чума. То есть суть, ну, как бы, вся суть состоит в чем? Мы создадим вам проблему, вы будете бояться, и мы введем вам ограничительные меры, как способ справиться с проблемой. То есть вот я занимаюсь, ну, саентологией, ты знаешь об этом. И там это очень хорошо описывается. Сначала создается хаос, а потом решение. То есть, поэтому вот наши манипуляторы, так называемые, да, то есть то, что называют, там, мировым правительством, да, там, и, ну, разные названия, они, на самом деле, не имеют значения. В общем, управляющие структуры, даже на духовном уровне, да, они нам вот таким образом пытаются, ну, что-то показать, да, что-то навязать. То есть какие-то свои способы, ну, скажем так, управления массами. Вот, и человек должен видеть, что стоит за этим. То есть он должен видеть не то, что ему сообщают, да, потому что это все ложь, а он должен с помощью сознания видеть, что там выше, вот, на другом уровне, скажем так. Ну, хорошо, но мы же все равно все живем в обществе, да, ну, вот, если какие-то правила, ну, вот, там, вводится какое-то чрезвычайное положение, все равно подавляющее большинство должно соответствовать каким-то нормам, да, ну, вот, поделись своим опытом, как ты, ну, вот, как для большинства людей, да, находясь в соответствии с этими новыми правилами, да, находясь дома, при этом ощущать радость, ну, здоровье, там, позитив, счастье, это все-таки про счастье, можешь поделиться своим опытом, может, посоветуешь что-то. Да, безусловно, то есть как раз вчера я записывал видео для своего канала «Сознание на карантине», да, то есть, почему, вот, было такое, ну, я прослушал прямой эфир, там, одного моего знакомого с Бали, да, он там тоже рассказывал, да, он говорит, типа, что это нам нужно, да, то есть, он со своей стороны объясняет, типа, сидите дома, занимайтесь собой, это вам нужно, то есть, я говорил о том, что в любой ситуации можно получить улучшение состояния, то есть, просто, когда человек сидит дома, он зачастую начинает какие-то смотреть новости, там, про коронавирус, делиться ими, ухудшает свое состояние, да, то есть, накручивается. Негатив. Да, да, а позитивно как можно, даже если ты находишься дома, ну, я не говорю, там, не выходить на улицу, я считаю, что, наоборот, солнце, море, свежий воздух, это самое важное для поднятия иммунитета, вот, потому что, если ты находишься дома, то ты, как бы, ну, как в запертии, это не то, вот. Вот, поэтому важно улучшать свое состояние, там, даже меня спрашивают, типа, как ты проводишь время на карантине, я говорю, у меня ничего не поменялось, я как ходил на море каждый день, так я и хожу на море, я делаю гимнастику, я общаюсь с людьми, я не боюсь этого, то есть, я знаю, что, ну, мне спрашивают, почему так, да, то есть, ты, типа, как бы, что, считаешь, нету никакого вируса, я считаю, что я не знаю, что происходит на самом деле в точности, да, вероятно, есть что-то, что нам внедряют, но это больше информационная технология, то есть, технология промывания мозгов, вот, то есть, я не говорю, что нету вируса, я его не видел, вот, и я не знаю, что, что есть, вероятно, что-то есть, чем заражают людей, как это делают, они это знают лучше, как они это делают, но я имею ввиду, не впадайте в панику, то есть, вы можете справиться с любым состоянием, улучшая свое состояние, да, то есть, я вот это понимаю. Да, вот я думаю, у каждого человека есть, там, список каких-то дел, которые он всегда откладывал, там, сделать сайт, там, начать заняться собой, там, проводить, там, пищевую паузу, ну, что угодно, то есть, там, начать изучать иностранный язык, я думаю, что человек, вот, в суете, он часто не вот этим своим хотелкам, они уходят на какой-то десятый план, когда человек, вот, как белка в колесе, там, в своих крысиных бегах, и, мне кажется, карантин, это как раз способ немножко замедлиться, переосмыслить свою жизнь, я вот, когда выхожу в город, я вообще балдею, ну, я за рулем, улицы чистые, ну, в смысле, машин немного, такой кайф, ну, пробок нет, все такое замедленное, я, когда в первый раз выехал во время карантина в город, у меня такое ощущение, думаю, что случилось, как 1 января, рано, 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 поутру, я просто 1 января летел в Анталию в этом году, и вот, первое, и мне такое деживю, как будто бы, рано утром, 1 января, улицы свободны, это же вообще, ну, настолько классное время, чтобы развиваться, заниматься собой, потому что все вокруг происходит не так, как до этого, и вот, мне кажется, вот, используя вот эти моменты, когда идет все не так, можно действительно внедрять что-то новое, заниматься собой, и кто-то из моих знакомых написал, а вы хотели бы выйти из карантина и сказать, вау, класс, круто я провел эти дни, и сколько много всего успел, я вот, действительно, мне нравится, вот такие состояния, они, я называю их необычные, вот, в необычных состояниях всегда больше возможностей, чем в обычных состояниях, что думаешь, по этому поводу? Да, совершенно верно, то есть, необычные состояния, даже бывают критические состояния, они, как бы, ускоряют проработку и принятие, да, вот, когда ты попадаешь в какие-то, ну, там, вообще необычные, странные состояния, то есть, буквально, там, не знаю, какая-то болезнь, например, да, или, там, ну, вот, сейчас вот это нагнетание обстановки, там, с карантином, или, там, человек попадает, я не знаю, там, в тюрьму, например, да, то есть, или, то есть, чем сильнее переживание, тем быстрее ты можешь проработать это и принять, то есть, как бы, ситуация говорит тебе, что, вот, ну, если ты, как бы, не справишься с этим, не примешь, да, то это будет продолжаться, вот, и, получается, то есть, каждую ситуацию можно использовать во благо для себя и для других, опять же-таки, да, для себя ты улучшаешь свое состояние, улучшил свое состояние, потом выходишь и делишься этим состоянием с другими, то есть, вот, создаешь пространство любви и счастья там, где ты находишься, вот, я по этому людям говорю, давайте будем делать совместные медитации, совместные сессии, объединять наши намерения и направлять любовь, вот, то есть, чем больше мы любви направляем, это заменяет страх, да, соответственно, и люди начинают чувствовать эту любовь, и они начинают по-другому относиться к себе, друг к другу, да, намного проще зажечь свечу, да, чем сидеть в темноте и осуждать, ругаться, что все вокруг плохо, темно, да, то есть, одна спичка, лучинка, да, света, я вчера смотрел видео, это, правда, было связано это с рекламой Кока-Колы, мне не совсем понравилось, но там просто человек в метро едет в планшете своем, что-то видит смешное, и он начинает смеяться, и сначала все люди вокруг оглядываются, что с ним происходит, а он настолько от души смеется, настолько заразительный смех, я сам смею, начинаю смеяться, зову сына, он тоже начинает смеяться, ну, и в этом ролике, соответственно, все люди, которые в этом метро едут, там, да, где-то через минуту они тоже, их заражает этот смех, не все начинают смеяться, ну, то есть, это же главное пустить искру, когда человек действительно, ну, смех там, искра, все это заразительно, когда человека, ну, немножко выдернуть, показать ему другую сторону, что много позитива, много возможностей, тогда человек действительно может поменять свое отношение к ситуации, и стать, выйдя из этой ситуации намного сильнее, намного более осознаннее, и, собственно, я даже видел мысль, что нужно, можно и нужно благодарить вирус, поскольку он дает людям, всему человечеству переосмыслить то, как мы живем, да, какую пользу мы на планете, какой след оставляем, то есть, реально, что там, даже в Италии, там, снимки со спутника до карантина и после, то есть, во время карантина намного чище воздух стал, то есть, люди немножко понимают, насколько все-таки большинство людей живет как паразитирующие, да, для Земли, я думаю, что это как раз хороший смысл, повод переосмыслить ценности, ради чего мы, собственно, на этой Земле находимся. Да, совершенно верно, главное, чтобы этот процесс, ну, запустился, и люди действительно понимали, то есть, переосознавали, вот, потому что, ну, как бы, можно бороться, вот, можно, опять же-таки, осознавать, ну, как бы, суть, я же говорю, этого, да, то есть, с разных точек зрения, с точки зрения себя, с точки зрения мира вокруг, с точки зрения, там, кто этим управляет и почему это происходит, с точки зрения единства всех духовных существ на Земле, вот, то есть, с разных точек зрения и действительно использовать это во благо, для духовного роста, трансформации, для того, чтобы понять себя, понять свою роль в этом мире и дальше двигаться уже более осознанно. Я смотрю на тебя, мне всегда нравится, ну, общаться с такими людьми, которые реально понимают, ради чего они находятся на этой Земле, да, свой путь, свое видение, наслаждаются, во мнении, здесь и сейчас, поскольку, ну, большинство людей, людей, в виду их занятости, либо, вот, занятости, которые им нарисовала, да, система, они часто даже не задумываются, для чего они здесь, с какой миссией они пришли, то есть, многие люди думают, что вот они пришли, там, заработать какую-то сумму денег и что-то купить, да, то есть, это же, ну, в корне неправильно. Что ты думаешь по поводу, как можно запустить, скажем, этот процесс самоосознания в этот период? Ну, процесс самопознания запускается в человеке, когда он начинает смотреть, да, то есть, когда он начинает замечать и осознавать, вот, то есть, вот в этот момент он запускается, то есть, это не то, что даже, знаешь, там, надо, там, ну, типа, записывайте видео, да, это тоже важно делиться, чтобы люди смотрели, и это запускает их процесс трансформации, с кем-то пообщался, поговорил, вот, то есть, ну, как бы, да, то есть, чем больше будет таких людей, которые делятся своим позитивными вибрациями, любовью, своими знаниями, это тоже запускает процесс, поэтому каждый может записывать свои видео, даже если у тебя, там, на канале, там, сто человек, да, там, потом будет тысяча, потом будет десять тысяч, там, там, вот, двадцать тысяч, сто тысяч, да, то есть, все начинают, там, с одного подписчика, да, то есть, и дело не в количестве, а в том, чтобы мы делились, да, с тобой, искренне, да, то есть, общались, делились, если мы не можем встретиться на улице, запишите видео, напишите пост, какую-то статью в своих соцсетях, поделитесь этим, не создавайте позитивные вибрации, делая, я говорю, вот, мы делаем совместные медитации, да, совместные сессии, это помогает наладить пространство, улучшить его, вот, вот, это я считаю, то, что мы должны делать, я провожу личные сессии, онлайн, то есть, человек записывается, да, я сначала провожу бесплатную консультацию, общаюсь с ним, выясняю его потребности, что у него в жизни идет не так, потом предлагаю уже сессию, где мы прорабатываем это, то есть, где мы улучшаем его конкретно состояние и делаем его более осознанным. А чтобы масштабировать это, у тебя есть ученики, последователи, знаешь, как говорят, мастер становится человеком, когда у него появились ученики, и его ученики уже начинают обучать, у тебя есть? Я знаю, да, но у меня пока что проект еще не масштабировался в том плане, что у меня появилось какое-то там количество учеников, да, то есть, вот, пока что это заключается в том, что, как бы, я, ну, скажем так, как мастер даю знания, даю информацию, провожу сессию, но я уверен, что придет время, и появятся и ученики, и пойдет этот процесс на расширение. Самое главное, это, чтобы, ну, вот, я понимаю, чтобы поддерживать свое состояние хорошее, и тогда придут те, кому это будет необходимо, которые, кто захочет обучаться и двигаться дальше. Здорово, мне нравится твой подход, делиться с миром тем хорошим, что у тебя есть, и я искренне уверен, что неважно, там, это сегодня один, два или десять человек, то все равно находятся люди, которые, ну, наши же мысли, это как радиоволны, да, все равно найдутся люди, которые на одной частоте с своими волнами, и они все равно, Вселенная притягивает подобных людей. Я думаю, что это главное, что люди с одними вибрациями смогут создавать вот такое вот пространство, может, даже не в одном месте, не в одном городе, как мы находимся, но все равно это будет планетарное какое-то пространство. Ну, вот, мне понравилось, потому что у тебя знакомый на Бали, там вообще говорят, на Бали вируса нет, то есть люди там настолько осознанно приезжают, что, возможно, они это не развивают эту тему. То есть, ну, любому агрегору нужна энергия, да, если мы ее не отдаем, то, соответственно, вот он был, и вот он его нет, да? Ну, как оказалось, что, как говорится, паника охватила самые духовные места нашей планеты, я имею в виду Индию, Бали, Таиланд, то есть даже там вводятся карантинные меры, людей ограничивают, да, то есть поэтому я вижу, что это идет по, ну, скажем так, всей планете, только лишь некоторые места, там, где, ну, которые, скажем так... Или там, где есть какой-то такой лидер, который так как-то жестко не в системе, да, типа там Туркменистана или Северной Кореи, да, или там какой-то Лесота в Западной Африке, да, то есть там, где говорят, ну, окей, то есть вы там себе с ума сходите, а мы тут себе по-своему, у нас своя тема. Ну, вот в таком плане, да, то есть... Не, ну, вот некоторые страны, вот даже Швеция, они осознанно понимают, они понимают, что есть проблема, но, как бы, нет таких вот мер прям... Да, то есть нету каких-то сильных таких мер, то есть они исправляются, но так более мягко, скажем так. Да, то есть они смотрят статистику, говорят, что статистика у нас, ну, в среднестатистическом, там, этом, ну, в рамках, да, статистики, то есть смертность там, например, не превышает, допустим, прошлый год. Ну, и, соответственно, они делают вот этой компании. Конечно. Самое главное, чтобы поддерживать хорошее состояние и делиться им. Так что мой совет не паниковать, а развиваться саморазвитием и вдохновлять других людей, да? Конечно, да. Заниматься собой, улучшать свое состояние, я же говорю, заниматься медитацией, процессингом, любыми практиками, которые вдохновляют вас, которые дают вам ощущение радости и свободы. Вот, если вам это было интересно, полезно, то подписывайтесь на мой канал, канал Артура, он все будет, ссылки в описании, и делитесь этим видео с вашими друзьями. Пусть они тоже наполняются любовью, радостью, счастьем, и живут в осознанности и гармонии. Всего доброго, друзья, и до скорой встречи. Ом в каждый дом. Точно.